Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал! Неделя моды в Париже традиционно закрывается показом популярных брендов, среди которых на самое ожидаемое событие финального дня уже несколько лет подряд уверенно претендует модное шоу МИУМИУ. Несмотря на общую усталость от фэшн-марафона, презентация коллекции «Осень-зима 2024-2025» собрала немало звездной публики и вызвала у зрителей массу волнующих эмоций и ярких впечатлений. Здесь стоит озвучить немаловажный факт. С тех пор, как к команде Брента присоединилась стилист Лотта Волкова, коллекция заиграла новыми красками и стали куда более вирусными. А всегда актуальные идеи Меуччи Прады зазвучали даже более иронично и точно. Сегодняшний парижский показ в очередной раз не подвел. Мы уже готовимся очень даже скоро увидеть эту коллекцию на всех стильных девушках мира. Но пока давайте, друзья, поразглядываем модные луки на подиуме. Шоу стартовало с демонстрации на установленных в зале экранах сюрреалистичного мини-фильма бельгийско-американской художницы Сесиль Белаз. Посвящен он был связи между воспоминаниями, теми, что мы оставляем в голове и теми, что заключаем в предметы, которые сопровождают нас всю жизнь. По сюжету, одинокий ученый, выживший после цифровой масштабной катастрофы, пытается восстановить память о прошлом у главной героини. Суть киноролика ясна. Хранить воспоминания и ценить то, что делает нас людьми, становится сейчас это гораздо важнее, чем когда-либо. Возможно, поэтому новую коллекцию Миу-Миу мы теперь воспринимаем как страницы из автобеграфии Меучи Прады. Тем более, что нередко дизайнер выбирает цитаты самой себя и обожает переписывать архивные коды. А ну-ка попробуйте ответить честно. Кто из вас все еще хранит наряд с выпускного или любую другую, близкую сердцу одежду из прошлого? Уверена, таких немало. Вот и в представленном гардеробе на холодный сезон многое пришло из воспоминаний. Так на подиуме появились вещи конца 60-х, в частности, прямые пальто, открывшие шоу. Также была детская с виду одежда, крошечные платья, жакеты или шерстяные кардиганы, замиксованные с красочными колготками в рубчик. А цветастые юбки модели придерживали руками так, будто позировали для семейного фотоальбома. По мере развития модного действия герои-сеньоры Прада взрослеют, и в их гардеробе появляются деловые платья и рубашки, а потрепанные кожаные ботинки, как у Пеппи длинный чулок, сменяются изящными лодочками. Проходит еще немного времени, и они находят в дальнем углу шкафа измятое атласное платье матери или потертый бушлат отца. Покупают первые джинсы-скини с невероятно низкой посадкой и накидывают на плечи шубу с имитацией меха-норки. Как указано в заметках новой коллекции, это словарь одежды – от детства до взрослой жизни. Да, только мастерство и талант дизайнера могут заставить работать все эти вещи вместе – колготки детских расцветок, буржуазные шубы в пол, жемчужные нити, небрежно накинутые на воротник рубашки. А еще роскошные броши в виде металлических цветов и обычные кожаные тапочки, футуристической формы очки и перчатки, напоминающие те, что нужны для соколиной охоты. Сама же Милча Прада комментирует так. «Я думаю, это классика, то, что никогда не выходит из моды, потому что в ней есть смысл». Далее дизайнер отметила, ежедневно мы выбираем, кем быть – ребенком или взрослой дамой. Каждое утро я для себя решаю, будет ли мне 15 лет или сегодня я – престарелая женщина. Что ж, представленные в линейке Миу-Миу модные образы, как всегда, вызывают неоднозначные впечатления. Но главное – коллекция наполнена великолепной, практичной, простой, настоящей одеждой. Женщины разных поколений могли бы с легкостью надевать эти вещи, что однозначно подтверждает состав моделей на подиуме. В разговорах о моде мы всегда пытаемся разобрать каждый стильный лук на детальки и винтики, обсудить причины и составляющие, докопаться до истины. Но давайте, друзья, сейчас просто наслаждаться просмотром, иногда вспоминая прошлое и с интересом заглядывая в будущее. Только не забываем нажать на пальчик вверх и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем моим зрителям большое спасибо за поддержку, красоты и совершенства. Не скучного дня и всегда позитивного, солнечного настроения! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнали Симон!